Всем привет! Очередная посылка из Китая. Здесь лежат интересные, на мой взгляд, ножи. Я вообще не любитель китайских подделок. Вот это вот на сегодняшний день единственная подделка на нож XM18 от Rika Hinderer, сделанная китайцами. Это, в принципе, абсолютно копия. И я ее взял только потому, что для того, чтобы посмотреть вообще, прицениваться, примериться к этому ножу и понять на будущее, стоит ли копить денег на оригинал или он не стоит этого. И вот очередная подделка. Я ее тоже взял, потому что, ну, не планировал брать, но я ее взял, потому что отзывы, как бы, комменты были такие положительные, все хвалили. И мне просто стало интересно посмотреть, насколько качественный нож сделали китайцы, насколько качественную копию сделали. Вот. Сейчас посмотрим, что за ножик здесь. И продолжу балкологию. Упаковали. Первый раз я получаю такую упаковку с ножами. Вот. Упаковано в пенопласт. Это, в принципе, я считаю, очень хорошо, потому что повреждение содержимое не должно вообще получить. Вот. Ну, посмотрим, что тут да как тут. Обычно в такой упаковке приходят магниты из Китая, неодимовые магниты. Вот. А здесь у нас, по идее, должны быть ножи. Значит, копия этих ножей — это не производство таких, скажем так, уже именитых мастеров подделки китайской. Сделано непонятно кем, то есть не было бренда, просто подделка. Вот. И мне стало интересно посмотреть. Вот они, достаточно тяжелые коробочки. Коробки, как обычно, идут от китайских подделок без всяких надписей, без мудрижей. Вот. Я взял два ножа. Один, как бы, если понравится, оставлю себе. Второй, скорее, подарю кому-нибудь. Вот. И вот он нож. Это Brothers Blade. Я оригинальный нож держал в руках. Ну, у меня, скажем так, интересный нож, но сильно не впечатлил. Вот. Ну, раз появилась недорогая подделка, я все-таки решил, почитав отзывы, что они относятся, ну, отзываются очень положительно, все-таки решил купить, так как деньги очень маленькие. Ну, первое впечатление, конечно, просто бомбовое. Открывается очень мягко. Это при том, что с коробки выглядит тоже все достойно. Клипса немного мягкая. Здесь у нас лазерная гравировка, если я не ошибаюсь, у оригинала здесь идет у нас фрезеровка. Вот. Но могу ошибаться, так что... От оригинала он не сильно отличается, нож, но отличаясь в основном, естественно, по винтам. Там дополнительный винт, по клипсе может быть немножко. Вот. А в остальном, конечно, это вот абсолютная копия ножа. Забыл, как называется, сам нож от братьев. Но, в принципе, посмотрим на лайнер. Флипует пока с небольшим как бы доводом, рукой даже уже, наверное, без довода, но чуть-чуть, может быть, сильнее приложится. Флипует замок на самом начале. Вот. Заточку я не вижу смысла проверять. У китайцев обычно она бывает не суперская, но здесь вроде неплохая заточка. Вот. Бумажку режет, конечно, так, коряло, но режет. Вот. До кончика тоже режет. На клинке у нас 100 нож. Очень качественный. Внутри не снята фаска. На оригинале фаска снята. Если обратить внимание, здесь у нас куча масла. Все смазано вообще отлично. Вот. Спуски вогнуты. Исполнено на первый взгляд пока все достойно, четко. Никакой маркировки стали здесь нету. Вот. Я надеюсь, конечно, что здесь марка стали хотя бы 8-хром 13-м ави, но лучшая 440С, которая идет на Ганзи. Там довольно-таки рабочая, достойная сталь. Вот. И в целом, в целом, в целом, конечно, только положительные впечатления. Все подогнано просто отлично. Все четко на рукоятке. Я говорил, нет. G10. У братьев идет и G10, и есть образцы из карбона. Вот. Бэкспейсер. Тоже похоже на G10. Он агрессивный. Все края острые. Вот. Не знаю, как у оригинала, но здесь у нас замок Аксис Лок в лазе как бы выпирает. С двух сторон он выпирает. Вот. У оригинала не знаю как, но здесь вот так вот обстоит дело. Короче, вот такой симпатичный нож. И купив этот нож, я могу сказать, что, да, ножик прикольный. Интересный за эту цену. Не знаю, как сталь покажет себя, но нож прикольный. В руках как пистолет. Ну, раз уже я взял два ножа, открою оба ножа, посмотрим и сравним качество, да. По центровке клинка немножко заваливается налево. Как бы правильнее показать. Вот. Видно, не видно. Вот. Немножко ушел налево. По люфтам посмотрим тоже. Люфтов практически нету в рамках таких рабочих люфтов, в рамках допустимого. Ну, ничего. Разработается, мне кажется, вообще будет летать ножик. Вот. Шайбы внутри цвет меда. Вот. Толщина достаточная. Вот. Ну, ход, конечно, очень мягкий. Вообще мягко ножик ходит. Это при том, что он новый. Ну, нормальный образец. Давайте дальше резко распечатаем второй ножик. Ну, на первый взгляд, практически идеально скопировано. Вот. За исключением абсолютно таких мелких нюансов. Второй образец у нас тоже, может быть, чуть-чуть кончик завален налево. Чуть-чуть совсем. Может быть, после подтяжки или корректировки все встанет. В принципе, это не летально абсолютно. У многих брендов-производителей клинок выглядит намного хуже. У китайцев в этом плане намного лучше все. Первый флип. Все равно приходится чуть-чуть кистью дорабатывать. Но совсем чуть-чуть. Если разработается, он будет и без этого флиповать. Сейчас замочек посмотрим, как. Ну, замок у нас тоже на самом начале. Ну, все достаточно неплохо сделано. Здесь чуть-чуть, может быть, лайнер чуть-чуть выпирает. Возможно, сместить надо рукоятку G10, накладку. Вот. И так, в принципе, все четко сделано. Все четко. Такой же стон лош. Такая же смазка. Смазано все отлично у всех ножей. Заточка такая же. Более-менее неплохая. Вот. Ну, все классно, все четко. Единственный вопрос, который остается, это по стали. Все-таки, что за сталь здесь использована и как она закалена. Вот. А так можно смело говорить, что нож достойный, интересный. Купить, пощупать стоит, чтобы задуматься о покупке оригинального ножа от американцев. Вот так вот. Ну, вот такой вот резкий инбоксинг. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok